Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горькая. Вода горькая. И возраптал народ. Это невыносимо. Мы все тут погибли. Мы просто ропчем. Кому ропчем? Кто виноват? Почему ты так делал? Почему ты меня не остановил? Почему этому человеку не остановил? Смотрите, это наша жизнь. Ты обещал нам воду. Вместо того, чтобы мы, как Моисей, взывали к Богу. Смотрите, один был. Сколько тысяч человек, тысячи, тысячи. А он был один. И возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. И знаете, что делал Господь, когда Моисей начал взывать к Богу? Показал дерево. Вот это дерево, вот это причина Моисей. Вот причина вот эта. Возьми. Возьми и кинь туда, чтобы эти воды были сладкие. Чтобы мой народ не роптал. Чтобы мой народ видел мою руку. Чтобы мой народ видел, что я не изменяюсь. Я помогаю, я благоставляю, я веду тебя. У каждого из нас здесь есть дерево, которое Бог может показать тебе и мне. Такие моменты показать, то есть, что делать. Как превратить твоя горькая вода на сладкое. Но знаете вот, не ропот народа сделал вода сладким. А то, что Моисей взывал к Богу, это делал вода сладким. И пришли в Елим после этого. Там было 12 источников воды. Смотрите. Бог уже имел для израилетянин воды. 12 источников воды. 70 финиковых дерев. Представляете? И расположились там станом при водах. Посмотрите. Бог уже имеет для твоей ситуации 12 водоемов и 70 финиковых деревьев. То есть, благословения для этой ситуации. То, что ты сейчас проходишь, Бог уже имеет. Не можешь сказать, Бог уже имеет для меня источников. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Что мешает? Ропот. Что мешает? Недоверие. Что мешает? Очень часто неверие. Мешает это. Никогда не дайте, чтобы эти горькие воды ожесточали ваше сердце. Потому что наш Бог, Бог выхода. Он слышит нас. Он каждый день рядом с нами. Почему я это говорю? Чтобы, знаете, мы просто не забыли об этом. Не забыли об этом, что Он рядом. Он, Stephen, baby. Привет, Бог, which he 그렇alah. Когда мою позyけ, похоже нет. Он... 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 Он...